Друзья, никому в истории не удавалось прорваться через промышленную зону Донбасса в лоб. Так было до этого лета. Такой была ситуация на момент записи прошлого видео месяц назад, сразу после прорыва русских вблизи прогресса вдоль железной дороги. А это... Ситуация сейчас! Единственное слово, которое я могу подобрать, чтобы описать всё это, это разгром. Хуже всего, что многие из этих деревень были взяты в целости. Русские продвинулись на 7 километров в этом направлении и на 10 километров на юг. Украинцы просто сдают оборонительные рубежи один за другим. Итак, сегодня мой подарок вам в честь моего дня рождения полный пошаговый анализ ситуации на Покровском направлении. 29 августа проукраинский телеграм-канал Deep State UA написал «Долгое время ситуация на Донбассе вполне уместно характеризовалась как сложная, но контролируемая. Однако теперь она вышла из-под контроля. В настоящее время, похоже, наш фронт на Донбассе рухнул». Боевой дух украинской армии настолько низок, что даже бывший президент Украины Порошенко приехал в Покровск, чтобы доставить беспилотники и военную технику. Но настоящая оперативная катастрофа в том, как российским штурмовым отрядам удалось взять штурмом стратегический опорный пункт Новогродовка и зачистить его за 4 дня. Следующим шагом по мере продвижения российской армии на юг может стать полное окружение тысяч украинских солдат, дислоцированных к востоку от реки Волчья. И я далеко не единственный, кто так думает. Немецкий журналист Юлиан Рёбке заявил, «Сейчас весь центральный сектор Донецкой линии фронта под угрозой обрушения». Несмотря на этот массовый отход и стратегические ошибки «гениев» из украинского командования, ВСУ продемонстрировали изрядную долю героизма, спасая дружественные формирования, которые внезапно оказались в окружении за линией фронта. Но сейчас проблема в том, что с падением Новогродовки русские находятся всего в 8 километрах от Покровска. И в городе все еще находятся десятки тысяч мирных жителей, которых необходимо эвакуировать. Почему этого не сделали раньше? Как они могут находиться в таком отрицании? Как вообще могло произойти такое фиаско? Это то, что я попытаюсь проанализировать как с тактической, так и с оперативной точки зрения. Однако могу дать вам пару спойлеров. Посмотрите это видео из Покровска, записанное 25 июля. Администрация города приказала своим работникам сажать цветы и деревья вдоль главной дороги, вместо того, чтобы готовить оборону города, копая траншеи и тоннели. Полагаю, мэр Сергей был слишком занят строительством укреплений в Майнкрафте. Также неудивительно, что к 5 августа украинский журналист Бутусов сообщил, «Оборонительные позиции, которые возводятся на линии Мирноград-Покровск, это просто показуха, они смехотворны». Затем телеграм-канал 25-й десантно-штурмовой бригады, десантников которой перемалывают на фронте, написал, «В Покровске нет никаких укреплений. Деньги опять украли». Второй фактор – чистая военная некомпетентность. В течение пяти месяцев российские штурмовые отряды вновь и вновь использовали против украинцев один и тот же трюк. Небольшими огневыми группами они проникли в лесополосы, окаймлявшие железную дорогу, ведущую прямо в Покровск. И с этим ничего не делали. Пять месяцев! И готов поспорить, они доберутся до Покровска вдоль той же железной дороги. Добро пожаловать на History Legends. И вот последние новости о российско-украинской войне. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Как вы знаете, на некоторых из моих видео об Украине была ограничена или отключена монетизация. Так что загляните на мой Patreon или PayPal, чтобы поддержать меня. Спасибо всем, кто уже помог, и добро пожаловать в штаб-квартиру. Чтобы полностью понять причины этого украинского коллапса, надо вернуться к моему последнему видео. Такой была ситуация на фронте 6 августа. Я упоминал, что Покровск был защищен внешним слоем поселений, состоящих из городов Мирноград, Гродовка, Новогродовка и Селидово. Пока эти позиции держатся, Покровск в безопасности. С его центрального положения легко отправить подкрепление в любую часть фронта, оказавшуюся под угрозой. В то же время, в кавычках «гении» из украинского командования, хотели помешать русским обойти с фланга стратегически важный город Константиновка. Северный сектор обороняли имеющую репутацию надежных 110-я и 47-я механизированные бригады в секторе Воздвиженки. Тем временем, сектор Гродовки обороняли 31-я и 151-я механизированные бригады. Регулярное формирование. Позиции внутри желанного и к югу от него удерживались подразделениями 25-й десантно-штурмовой бригады. Так что, в целом, на тот момент на передовой не было слабых формирований. Теоретически, все эти подразделения были вполне способны удерживать фронт. Пока желанное все еще находилось в серой зоне, российские штурмовые подразделения закрепились в Ивановке и Сергеевке. Прошло совсем немного времени, прежде чем ситуация стала сильно хуже для ВСУ. 24 часа спустя Сергеевка, веселая и большая часть Ивановки оказалась под контролем России. Если уменьшить масштаб, мы увидим, что российская армия постоянно пыталась обойти узкое место в Карловке. Из-за провала лобовых атак российские операторы БПЛА просто пытались затруднить ротацию противника, устраивая засады на перевозящие персонал от и до линии фронта пикапы. Но территориальных изменений в этом секторе зафиксировано не было. Возможно, российская армия перенаправила подразделения из района Карловки и перебросила их в основной район боевых действий дальше на север. К 10 августа украинским десантникам в желанном удалось контратаковать и вытеснить противника с этой фермы. Они даже предприняли атаку вдоль этой лесополосы, возможно, для того, чтобы захватить часть этой железнодорожной линии, чтобы отрезать поток российских подкреплений. Один танк М1А1 Абрамс отправили в наступление из Николаевки. Его целью, скорее всего, была быстрая миссия по оказанию огневой поддержки украинских десантников, контратаковавших в районе желанного. Однако Абрамс был перехвачен прямо на выезде из деревни. Одним, двумя, тремя и четырьмя FPV-дронами. Севернее российские войска продолжали продвигаться вглубь Ивановки. Здесь вы можете видеть, как украинские FPV-дроны преследуют российских солдат. Но, как мы видим, стрелки теперь передвигаются не группами по 12 человек, а парами, чтобы избежать обнаружения. Как следствие, вместо того, чтобы использовать один или два беспилотника для поражения целого пехотного отряда, теперь украинцам требуется шесть и более дронов для того же эффекта. В целом, передовые подразделения российских вооруженных сил начали медленно продвигаться в направлении Гродовки. В течение двух дней казалось, что украинцам удалось держать вражеские штурмовые отряды. Однако, за эти 48 часов, похоже, что штаб российской армии отменил несколько операций, таких как штурм Часоваяра, и удвоил усилия в направлении Покровска, чтобы задействовать в прорыве максимальное количество сил. Но это также свидетельствует об ограниченности российской армии в живой силе и ресурсах. Это не похоже на Вторую мировую войну, когда Советы могли одновременно двинуть в наступление несколько армий с одновременным участием миллионов человек. 13 августа русские установили полный контроль над Ивановкой. На восточной стороне села российские штурмовые подразделения продвинулись на 2,5 километра и заняли села Лисичное и Сверидоновка, расположенные вдоль заболоченного ручья. Как и прежде, небольшие огневые группы русских стрелков продвигались от одних развалин к другим. На тот момент с тактической точки зрения можно полагать, что украинцы предпочли занять новые позиции за этим водоемом, чтобы сдержать дальнейшие атаки России. Российские войска также продвинулись на 3 километра к северу и на 2 километра к западу в направлении Гродовки. Одновременно вторая группировка могла бы продвинуться на север через Сергеевку, Веселое и Ивановку, чтобы штурмовать Гродовку со всех направлений. Тем временем в районе Новоселовки 1 украинский батальон оказался под угрозой окружения. Их единственной надеждой было отступить через этот двухкилометровый промежуток. Если бы русские добрались туда первыми, этим игра бы и окончилась. Русские вели в бой все свои резервы из тыла, чтобы добить этот украинский батальон, в том числе украинских операторов ВПЛА из рот разведки 68-й егерской бригады, которые успешно уничтожили российский танк, готовившийся к штурму украинских позиций. В конце концов украинскому командованию удалось предотвратить окружение этого батальона. Пока что. Как раз в тот момент, когда появился этот лучик надежды для украинской армии. 14 августа украинские десантники окончательно покинули желанное. И не дав противнику передохнуть, русские начали наступать на линию Журавка-Орловка-Николаевка. К концу дня Орловка и Журавка пали. Судя по этим кадрам с беспилотника, эти позиции должна была прикрывать 25-я десантно-штурмовая бригада. Это неудивительно, учитывая, что им пришлось в одиночку удерживать 14-километровый фронт, не имея за спину никаких подразделений поддержки. Когда один опорный пункт падал за другим, Микола Ворошнов, оператор БПЛА из 3-го механизированного батальона 72-й бригады, сообщил, «Враг менее чем в 6-ти километрах от Селидова, я видел их собственными глазами. Чрезвычайно сложно оборонять город эффективно длительное время из-за сложного ландшафта». По сути, это равнинная, открытая местность, где нет ни крупного леса, ни рек, ни гор, которые могли бы остановить противника. А падение Селидова стало бы катастрофой, поскольку это позволило бы русским атаковать Кураховку со спины. Подробнее об этом в конце видео. Микола также сказал, «Мы наблюдаем за курским направлением. Мы по-прежнему ничего не понимаем, но наблюдаем с наслаждением». Если курское наступление не принесет ощутимых побед, наступление приведет к обратному эффекту, и моральный дух украинской армии упадет. При всем этом хаосе неудивительно, что минометный расчет 159-го батальона территориальной обороны просит пожертвований, поскольку им срочно требуется снаряжение. 15 августа первые российские подразделения закрепились в Гродовке, но украинцы упорно оборонялись. Операторы беспилотников 151-й механизированной бригады делали все возможное, чтобы остановить поток штурмовых групп противника. Они также используют коммерческие беспилотники «Матриц-600», которые могут нести до 15 килограмм взрывчатки. Здесь вы можете увидеть украинских артиллеристов из 151-й механизированной бригады. Теперь для российского командования следующей тактической задачей стала зачистка линии Журавка-Орловка-Николаевка, чтобы открыть ворота для наступления на Новогродовку. На мой взгляд, российская армия наконец поняла, что замедление наступления обойдется гораздо дороже в живой силе и даст украинцам возможность перегруппироваться, а их артиллерия сможет точно определить местоположение ударных группировок. Это очень похоже на советскую доктрину глубокого боя, цель которой заключалась в глубоком прорыве обороны противника путем координации атак по всему оперативному фронту. Это гарантировало, что обороняющиеся будут подавлены в нескольких точках, что лишит их возможности перестроиться или стабилизировать свои позиции. Другими словами, русские, по сути, обнимали медведя. На следующий день русские расширили свой плацдарм в Гродовке и взяли штурмом поселок Николаевка. О взятии объявил отряд «Шторм» черных гусар 15-й гвардейской мотострелковой бригады. Мы видим, как украинцы по сути разменивали пространство на время. Небольшой отряд российских стрелков занял почти нетронутыми здания внутри поселка. Несколько других солдат расчищали оставшиеся траншеи, в то время как это пехотное отделение через окопы забиралось в подземные укрепления. Мы ясно видим, что эти украинские окопы были построены в последний момент. Все находится на виду, под открытым небом, почти без блиндажей или замаскированных огневых позиций. Блять, вот что происходит, когда просишь своего пьяного безработного двоюродного брата Юру поработать для тебя на стройке. Честно говоря, такими темпами черные гусары, мчащиеся от одной победы к другой, скоро доберутся до своей исторической базы в Александрии в Кировоградской области. 17 августа с падением Николаевки и боями внутри Новожеланного ознаменовало начало конца. Судьба украинского батальона к югу от Новоселовки 1 была предрешена. Они мало что могли сделать против бесчисленных штурмовых отрядов русских, которые проникали во все лесные массивы и обходили один опорный пункт за другим. Подробности нам со временем расскажут историки, но я уверен, что подразделение украинской 25-й десантно-штурмовой бригады пожертвовали собой на этой линии, чтобы дать возможность своим товарищам по оружию вырваться из этого котла. К сожалению для Украины эти десантники были не единственными, кому пришлось прибегнуть к столь драматичным операциям. Хотя 47-я механизированная бригада удерживает линию обороны севернее Гродовки, одно из ее подразделений вызвалось спасти группу украинских солдат, застрявших где-то в этом секторе. Как видно на этом видео, бронетранспортер М2А2 Брэдли бросился на помощь четверым украинским солдатам, которые прятались в блиндаже. Эвакуация проводилась прямо под носом у российского пехотного подразделения. В конце концов она увенчалась успехом, и я уверен, что эти ребята будут вечно благодарны команде, которая их спасла. Десантники удерживали оборону 48 часов, неся тяжелые потери, пока всем их товарищам, находившимся к востоку от реки Волчья, не удалось отступить. Также важно отметить, что хотя моральный дух украинской армии на низком уровне, мы не наблюдаем случаи массовой сдачи в плен украинских солдат. Несмотря на этот акт героизма, войска противника в конечном итоге зачистили журавку на левом фланге. Теперь у российской армии было несколько векторов атаки, угрожающих стратегическому городу Гродовка. Для меня невероятно то, что русские используют те же самые старые уловки, что и в апреле во время прорыва у Очеретина, когда они просто продвигались вдоль железной дороги, находясь под прикрытием лесных массивов с обеих сторон. Итак, 20 августа российские войска достигли окраин Новогродовки. Хотите угадать, как они это сделали? Бинго! Вдоль железной дороги! В тактическом плане, с новых позиций можно ожидать наступления первой группировки в сторону Новогродовки, где ей предстоит прорвать линию сел Журавка, Орловка и Николаевка. В ходе этих операций по зачистке русские очистили лесной массив к югу от Гродовки. Но теперь посмотрим на тактическую ситуацию. Российские войска контролировали лесополосу длиной 2,8 километров, откуда они могли проникнуть в город с пяти различных направлений. Счастливчики. Похоже, что к 21 августа 25-я воздушно-штурмовая бригада фактически просто развалилась, отведя подразделения со всех своих боевых позиций на 9-километровом фронте и приказав всем своим взводам и ротам отступить на 1500 метров. Русское командование быстро воспользовалось этой возможностью. Российские штурмовые отряды быстро продвинулись вперед и заняли позиции в покинутых населенных пунктах. Суднят над селами новожеланная заветная и Камышовка. Все больше российских БТРов перебрасывалось вперед на большой скорости, чтобы доставить припасы и пополнения для штурмовых отрядов для продолжения наступления. В ответ гении в украинском штабе немедленно направили идеологически мотивированную 15-ю бригаду нацгвардии Карадак, чей лозунг «Поднимем флаг над Крымом». Они пришли на замену потрепанной 25-й десант на штурмовой бригаде, но проблема оставалась, поскольку им по сути требовалось удерживать 13-километровый фронт. Тем не менее, одному из подразделений операторов БПЛА удалось остановить продвижение российских войск в направлении Новогродовки прямо на выезде села Орловка. В течение следующих 48 часов с 21 по 23 августа мы стали свидетелями интенсивных боевых действий по всему фронту, в основном позиционных боев, но при этом российские войска постепенно продвигались вперед. Так им удалось закрепиться в Новогродовке. Мы знаем это благодаря следующим кадрам, на которых российские войска штурмуют это большое высотное здание. Тем временем они также захватили поселок Птичье. Как видно на этих кадрах, траншеи вокруг деревни были быстро сооружены вручную лопатами. Технику не задействовали из-за срочности и отсутствия планирования. Часто траншеи прокапывали прямыми линиями, а не зигзагом. В целом, эти линии едва ли могли поддерживать друг друга и тем более обеспечивать круговую оборону периметра. Это объясняет стремительный прогресс России. В тот момент, когда несколько русских передовых отрядов просто обошли эти траншеи, все было кончено. Украинские солдаты терпели поражение не только в Новогродовке. Тактическая ситуация вскоре ухудшилась, когда россияне взяли под контроль эту позицию, расположенную между Новогродовкой и Селидово. Оттуда они могли обойти Новогродовку с фланга, либо пойти на штурм Селидова. Здесь мы можем увидеть еще одно из таких импровизированных укреплений, которое заняли русские. Если же попытаться уменьшить масштаб и проанализировать, что на самом деле происходит с оперативной точки зрения, то украинское командование сосредоточило свои лучшие силы на северной части сектора, и, возможно, из-за нехватки резервов было вынуждено пренебречь другими секторами, надеясь, что российские войска в конечном итоге истощатся из-за нехватки резервов или перенапряжения линии снабжения. Однако, судя по всему, российские вооруженные силы предотвратили этот сценарий, сосредоточив резервы со всего фронта именно в этой точке. И таким образом они продолжали перебрасывать все больше подразделений на плацдарм, и в итоге украинский южный сектор просто порвался. Теперь российская армия продвигается на юг, идя путем наименьшего сопротивления. И тут мне придется высказать непопулярное мнение. Учитывая, что генерал Сырский умный и способный военачальник, возможно, он планирует тот же маневр, который немцы предприняли зимой 1943-го в Харькове, а именно третья битва за Харьков в феврале 1943-го под руководством фельдмаршала фон Манштейна. По сути, современная параллель была бы следующей. Защищать наиболее важные города и урбанизированные районы, в то же время позволив русским занять позиции на юге, чтобы они могли растрачивать свои резервы на пустых картофельных полях и перенапрягали линии снабжения, давая им при этом ощущение легкости от побед. Тем временем, украинцы разменивали бы территорию на время и организовали бронетанковую группу, которая обошла бы вражеский выступ с фланга в самом слабом месте. Например, нацелиться на логистический центр Очеретина, тем самым вынудив российскую армию отступить и отказаться от всех своих последних территориальных завоеваний или оказаться в окружении. Теперь вернемся к реальности. Из-за развала украинского фронта русские попытались предпринять смелый маневр. Из Нетайлова они штурмовали Карловку. Если бы эта атака оказалась успешной, она отрезала бы тылы всей этой украинской группировки и вновь вынудила бы украинцев прибегнуть к драматическим действиям, чтобы выбраться из этого котла. Однако все пошло не по плану. В 900 метрах от села украинские беспилотники из засады уничтожили российскую бронетанковую колонну. Чтобы предотвратить падение Покровска, украинские подкрепления были срочно переброшены к городу. 24 августа сообщалось о тяжелых боях в Новогродовке. Но на самом деле именно взятие этой 2,5-километровой лесополосы привело к новому краху украинской линии фронта. На следующий день российские штурмовики продвинулись еще на 900 метров. Они продвинулись до самой шахты, расположенной на границе Селидова. Плохие новости накапливались и теперь уже Калинова оказалась в полуокружении. В ответ 47-я механизированная бригада направила один из своих танков М1А1 Абрамс для оперативной огневой поддержки к северу от Калинова. Вероятнее всего, чтобы позволить украинскому подразделению осуществить отходной маневр при поддержке дружественных подразделений. 26 августа по всему Покровскому фронту мы стали свидетелями общего отступления украинской армии. Давайте проанализируем ситуацию с востока на запад. Русские наконец заняли этот полуостров к северу от Карловки. Они штурмовали Калинова и взяли под контроль восточную половину села. Это подразделение преодолело 2000 метров и захватило Мемрик. Шахты и Террикон к востоку от Селидова оказались под контролем россиян, как мы видим на кадрах с FPV-дрона. Украинцам также пришлось покинуть северную часть Михайловки. Последний штурм был очень интересен, потому что, согласно кадрам видео, русские наконец-то перебросили свои бронетанковые резервы на фронт. Возможно, это потому, что передовые части российской армии внезапно оказались вне зоны досягаемости артиллерийской поддержки. Наконец, вся северная часть Новогродовки была взята под контроль российскими штурмовыми подразделениями, а также это двухкилометровая лесополоса. На данный момент единственной позитивной новостью для Украины является то, что, несмотря на все трудности, северный сектор Гродовки все еще держится. 27 августа Новогродовка официально перешла под контроль России. Это означало, что российская армия теперь могла превратить этот большой населенный пункт в передовую оперативную базу и центр материально-технического снабжения для продолжения наступления. Это была не единственная катастрофа того дня для Украины, поскольку населенные пункты Мебрик и Калинова в конечном итоге были оставлены обороняющимися. Здесь вы можете увидеть бойцов 114-й мотострелковой бригады Восток ДНР, торжественно поднимающих свое знамя над Калинова. Также обратите внимание на отсутствие артиллерийских воронок или каких-либо признаков разрушений в деревне и вокруг нее, что означает, что украинцы вероятно бежали или отступили без боя. На следующий день русские заняли террикон к северу от Новогродовки. Вот вид на эту позицию с высоты птичьего полета. Над городом торжественно развивается флаг России. В этом порыве они также заняли половину Михайловки. Боевые действия также разгорелись в районе села Красный Яр. Но украинская артиллерия остановила российскую пехоту, применив кассетные боеприпасы. В период с 29 по 30 августа продвижение русских значительно замедлилось. И только в Михайловке можно было зафиксировать продвижение на 800 метров. Как мы видели в ходе этой операции подобные паузы продолжительностью от 24 до 48 часов не являются редкостью, поскольку это позволяет российскому командованию подтянуть вперед артиллерийские подразделения и решить логистические проблемы. Но это также может быть признаком усталости в рядах российской армии. Дип-стейт-Юэй сообщили, единственная причина, по которой русские не прорываются глубоко, в том, что их войска также истощены, как и наши. Однако они сохраняют значительно отчисленное преимущество. Но затем Дип-стейт-Юэй также написали кое-что очень точное, но в то же время очень странное. Нашему командованию следует изучить немецкий опыт 1944-го, когда вермахт постоянно сталкивался с масштабными кризисами на фронте и умудрялся из них выходить. Однако это лишь отсрочило общее поражение. К 30 августа русские начали взятие украинского гарнизона Карловки в Клеще, что быстро вынудило их покинуть свои боевые позиции. Вскоре после этого ветераны ДНР из батальона Сомали подняли свое знамя над храмом Богоявления Господня, расположенным на западной окраине поселения. Тем временем российские передовые части продолжали приближаться к Гродовке. Общий штурм мог начаться в любой момент. В то же время российские разведывательные подразделения опасно приближались к Селидово. Ходят слухи, что некоторые из них уже находятся в городе. Если этот город падет, украинская армия мало что сможет сделать для спасения Южного Донецкого фронта. Целью была крепость Кураховка. Я говорю крепость, потому что речь о большой городской территории, расположенной на возвышенности защищенной рекой, с многочисленными высотками, шахтами и промышленными районами, которые могут быть преобразованы во впечатляющие цитадели. А значит, лобовая атака российской армии будет чрезвычайно дорогостоящей и без гарантий успеха. Однако все эти оборонительные бонусы города Кураховка сводятся на нет из-за этого массированного флангового маневра идущего с севера. Для Украины в лучшем случае они эвакуируют все позиции к востоку от реки Волча организованным отступательным маневром и перегруппируются в этих городских районах на возвышенностях к западу от реки. Однако, для того, чтобы это стало возможным, украинцы должны любой ценой удержать город Украинск. Из-за его стратегического значения российское командование вероятно сосредоточит все свое внимание на Украинске. Если город будет взят, то опять же, следуя пути наименьшего сопротивления, новой целью русских станет Цукурино. Оттуда уже не составит большого труда окружить поселок Кураховка. И поскольку Украину травмировал опыт Мариуполя, они просто выведут свои силы. Итак, через икс дней мы можем ожидать, что эта украинская группировка отойдет за эту железнодорожную линию, идущую от Покровска на юг до Кураховского водохранилища. Если все будет сделано правильно, это может стать надежной оборонительной позицией, которую украинцы смогут удерживать месяцами. Это все, что у меня есть для вас на сегодня. Дайте знать в комментариях, что вы думаете о моем анализе. Не забудьте поставить лайк и подписаться. А если хотите поддержать мою работу, зайдите на мой Патреон или Пейпал. Ссылки в описании под видео. Субтитры сделал DimaTorzok